Давайте обыщем всё. Новый ящик. Нет, не новый. Это новый. Да, этот новый. Ух, нифига, 50-й МГ-калибр. Это офигеть. Это для крупнокалиберной снайперской винтовки. Просто офигенно мощное оружие. О, квантовая ядеркова. Блин, это приятное изменение. Ядерный выстрел, на который чуть не села Салли. Но если бы она села, ничего особого не произошло. Она просто бы, так сказать, провалилась. Точнее, ну, прошла бы сквозь. Сквозь эту фигню. Давайте, сколько у нас? Там, у нас всё, 58. Ещё один игрушечный конёк. Хоть я говорю, что они уникальны, но смотрю, их очень много. Я спать не хочу, я хочу взять... А, это пустой поднос. Да, да. Так, давайте обыщем всё. И я знаю, как получить такие... Так, ещё чё? Как получить то уникальное, уникальный плазмный пистолет, да. Всё просто. Просто используем какие-нибудь мента, например, которые повышают интеллект. А интеллект отвечает за навык оружия. И, следовательно, мы спокойно... По-моему, здесь ещё должен ядерный выстрел быть. Нет, здесь его нету. Здесь есть чё? Здесь... Здесь мусор. Перчатка летающая. Здесь, типа, роботы валяются. А, ну, ладно, чё? Здесь чё-то такое. А, это мы всё уже обыскали. Ну, ладно-то, давайте... Я так понимаю, мы уже здесь всё посмотрели. А, нет, там ещё грузучок с ядер колы, но это обычный мусор. Сходим за... О, это я не видел. За пистолетом. И... Наконец-то. Наконец-то отправимся в путешествие. Более-менее... Не знаю, насколько веселей, не веселей. Так, по-моему, склад был вон там. Или нет? Нет, с обратной стороны. Да, это двигательный отсек. Не знаю, сколько будет дальше веселее, но... Мазошиб ZetaCrew, на мой... И на взгляд многих, повеселее всё-таки. Хотя... Ну, да. Мод сделали действительно лучше, чем сами разработчики этой DLC. За что огромное спасибо. Так, чё-то провисывает немного. Ну, ладно, давайте найдём тот... Терминал. Он был где-то внизу. Он был где-то в таких местах. Врагов сейчас быть не должно. Ну, да. Я их хоть и обещал исправить, но я не исправил гайковёр. Честно говоря, желание было... А-а-а-ак, сложное, да? Поэтому сохраняемся, так что во взломах терминала я нуб, я просто нуб. Так, что у нас повышает интеллект? Давайте. Нет, 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 ментаты. Так, нет, 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 нет. Ага, только ментаты. Ну, давайте, от одного использования мы не должны войти в наркотическую зависимость. Да я знаю, как это сломать, но, честно говоря, очень плохо. Так, Адми-ратион, по идее, должно кончаться на... О, офигенно, с первый раз взломал. Короче, 6 и 10 началось, типа 6 букв, правильное слово. Ну, давайте записи почитаем. Они думают... А, 4 число, 11 месяц, 2063 год. Это, по-моему, еще, ну, либо до начала войны, либо буквально на протяжении... Потому что сейчас 2200 какой-то год. Так, они думают, что мы идиоты, что мы ничего не знаем об их замыслах. Но мы знаем. Будь прокляты эти камеры наблюдения и заборы за колючей проволокой. Мы вытащили правду на свет божий, даже ценой жизни. Мы вытащим. За гору нужно будет положить конец. И именно мы разболочим его и откроем обществу глаза. Они все отрицают. Они говорят даже, что такого места вовсе не существует. А мы-то тут и видим, как вооруженная охрана патрулирует дюны. А роботы-часовые фиксируют каждое наше движение. Они осторожны, но недостаточно осторожны. Я нашел лазейку, которая даст возможность проникнуть внутрь. И намерен вскоре ей воспользоваться. То есть их, я так понимаю, не похищали пришельцы. Значит, это до войны время. Не знаю, так. Четвертое... А! Четвертое это месяц, а не число. Это же не Россия, точно. Забыл. Итак, пауза, потому что кто-то звонит. Продолжаем. Так, давайте смотрим. Мы сделали это. Дышащиеся... А, дымящиеся, блин. Вечером читать вообще не получается. Дымящиеся ружьё в руке убийцы. Неоспоримое свидетельство, которое докажет миру, что они лгут. Посмотрим, как они будут выкручиваться и бормотать извинения. Им так долго удалось морочить всем голову только потому, что у нас не было доказательств. Всё, конец. При первой возможности мы выберемся отсюда и покажем эту штуку прессе. Но пока нужно залечь на дно. Не знаю, сколько времени пройдёт, прежде чем они обнаружат пропажу и поймут, что это произошло. Так. 4-16-е. 2063 год. Они у нас на хвостях. Как они обнаружили? Что мы проглядели? Я думал, что мы изымели все следы, но очевидно, что это упустило. Журналы системы безопасности уничтожены. Инвентаризационные ведомости переписаны. Остается только доктор Морли. Ублюдок. Он сам связался с нами и сказал, что желает вывести этих заговорщиков на чистую воду. А оказывается, он провёл нас. Он просто хотел, чтобы мы себя выдали. Хотел сдать нас в руки охраны. Но это не сработает. Они никогда нас не найдут и никогда не вернут себе то, что мы взяли. И последняя запись. Пятая. Месяц. Первое число. То есть, смотрите, сколько прошло уже. Прошло 15 дней. Ну или сколько там. Я не считал, какой-то месяц четвёртый. Бэнк смёрт. Комп смёрт. Я единственный из искателей истины, оставшийся в живых. Не знаю, сколько я тут продержусь. Предмет помещен специально сконструированный сейф с дистанционным управлением с замком. Подобрать пароль к терминалу сможет разве что хакер. При том самое, что они есть гениальные. А сейф выдержит хоть бомбу. Завтра я возьму терминал и сейф и захороню их где-нибудь в пустыне. Там, где их никогда не найдут. Дай бог, однажды кто-то другой найдёт спрятанное, осознает, что держит руках ключ к истине. И пусть ему способствует успех там, где мы потерпели поражение. Удачи нам всем. Ещё одна довольно грустная заметка. Ну что ж, давайте откроем сейф. На самом деле, действительно, я так понимаю, их нашли, убили почти всех. Спасся лишь один. Спрятал сейф. Сейф, получается, похитили пришельца. Это я, кстати, тоже не исправлял. В общем, я ленивый, морда. Где-то вообще ничего не хотелось. Сейчас школа, последняя неделя. Вот каникулы будут. Итак, ВПП прибой. Ну и батареи, как патроны. Давайте почитаем заметочку. Они здесь должны быть. Итак, ВПП прибой прототип плазменного пистолета. Проект ВП военный плазменный экспериментальный прибой объект. Прототип плазменного пистолета. Сектор А-61. Начальник подразделения доктора Алдвин Морли. А, ну то есть вот тот Морли как раз. Номер отчёта я не буду читать. Прибой оказался крепким орешком. Его мощности убойной силы очень высоки. Однако он расходит слишком много энергии. Нам также требуется снизить вес пистолета. Он слишком тяжёлый, чтобы служить стандартным личным оружием. Похоже, всё опять упирается в спираль системы охлаждения, на которой приходится примерно половина веса. Хорошо хоть, что корпус пистолета одобрен. Вероятно, дизайн меняться уже не будет. К сожалению, мне придётся вновь объявить сотруднием об увеличении рабочей недели до 7 дней, чтобы разрешить работу над прототипом к концу года. Короче, он их заставляет работать как два суточна. Зачем я на балл нажал? Не знаю. Ну ладно, всё, давайте выбираться. Больше здесь ничего мы не найдём. Разве что, выход. Надо бы поискать, а так, наверху, как я и говорил, ничего нету. Ну блин, офигенный выход. Но надо идти на метку, тогда мы выберемся. Пробой действительно висит довольно много, и поэтому мы его тоже бросим в ящик. И, по идее, все вещи именно из этого ящика должны сохраниться. Опять что-то у меня провисает немного. Где? Где-нибудь. Где-нибудь, где-то там. Ну что, ты сделал ещё, милый? По идее, должен. Не, козёл. Ага, то есть, типа, когда у меня нету, он говорит, что, типа, для этого нужна порция. Ну ладно, последнее, контрольное буквально, сбрасывание вещей и отправление дальше. Давайте. ВП-прибой, вес 6. Выкидываем криомина, криограната. Одни дезинтеграторы будут. Смотрите, как он медленно ломается. Он ещё не дошёл до отсечки, только когда его нужно начинать чинить. Это всё оставляем. Адаптированный бенгель, антирадин, фаллаут, вибилдера. Так, вот, квантовый ядер кола. Смотрим каче навеса и что что-то весит, что мне не пригодится. Скидываем кристаллы 17 штук. Конёк, кристалл 24 штуки. Устройство управления роботами оставим. Ядерный выстрел, энергоячейка чужих. Силовой модуль, электронный заряд. Да, ну всё, остальное вроде ничего особо не весит. Ну, кроме, естественно, вот этого. 49, 49, 23. Это занимает большую часть. Это буквально, ну, где-то 1,4, чуть-чуть поменьше. И берём, берём, берём. Я не понял, я же скафандр не брал у него. Не, не понял. Я, по-моему, скафандр снимал. Стоп, а что делать без скафандра? Стоп, я его действительно снял? Или нет? Да, он лежит без скафандра. А скафандр где? Ну, ладно, сейчас спросим у Саря. Может, я ей оставил? Так, опять H2O. Как-то я не замечаю, либо действительно не показывается. Давайте, где моя грязная вода? Насытимся радиацией. Что сделал? Пока я там бегаю. Ну, ладно, тогда всё, больше нас не будет. Мильный гранат. И давайте, где Салли? Где меточка зелёная? Вот она сидит. Ну, естественно. Так, то есть, скафандр всё-таки у меня. А, господи, вот он. Чёрт, я уже испугался. Ну, эти квик-сейв и декомпрессионная камера. Говорю сразу, космос выглядит не круто. Давайте, значит, посмотрим. Ну, я же не идёт. Хотя, если снизить давление, прежде чем надеть скафандр, башка отлетает красиво. Так, она ещё не закончилась. Окей. Всё, по-моему. Отлично. Пришельцы сдохли. Хотя, по идее, пришельцам, значит, выходит, что пришельцы дышат тоже кислородом. Так, как они умерли от его отсутствия. Что очень странно. Потому что так быть не должно. Они уже не должны лишать именно кислорода. Так, ну, сколько же здесь дверей. Ещё один уже сатомайзер. Ну, не знаю, почему. Когда я начинаю снимать видео, у меня прям горло действительно начинает хрипеть. Ну, это, наверное, от того, что довольно много всё-таки снимаю. Но специально для вас стараюсь. Потому что есть, есть люди, которым всё-таки нравится. А раз есть такие люди, то я буду снимать для них, не знаю, пока мне самому не надоест. Ну, а так как моды все разнообразные, надеяться на то, что мне надоест, не очень логично. Так, открытый космос. Выглядит он, на самом деле, не очень хорошо. По-моему, их мы не встретим. А, и здесь мы не можем достать оружие. Ну, скажем так, космос как космос, на самом деле. Ну, уж активация телепорта, здесь вообще занятие просто офигенное. Ничего гениальней, просто невозможно придумать. Подходите, нажимаете. Ну, я думаю, можно было. Можно было. Уж точно. Как-нибудь поинтереснее сделать что-то типа переключателей, контроллер. Там везде внизу пришельцы бегут. Ни они не могут нас достать, ни мы. Их, вон, последние, по-моему, их всего три. Бежимые немного медленнее. Типа космос, я так понимаю, если сейчас снять скафандр, мы просто умрем. А, ментат, и закончилось действие. Надо их, кстати, принимать не так часто, потому что вызывают зависимость. А зависимостью можно лечиться только у доктора. Ну что, я активировал телепорт? Нет еще? А, да, активировал. Вот так вот выглядит этот телепорт. Копичная вещь. Заходим. И нас телепортируют. Я так понимаю, мы сейчас телепортируемся к новым красным рабам. Потому что я аж модель не управлял. И, по идее, они должны быть. Но будем надеяться на лучшее. Благо, здесь не считаются никакие дни. Так-то... А, и мы закончили квест. Офигенно. Так, мы пока что еще в... Сейчас запустим кислород. Вот, пошло-пошло дело. Окей, давайте. Чтобы мы могли наконец-то из скафандра... И я нашел кристалл. Может, здесь еще что-нибудь валяется. Один кристалл. Ну, ладно. Ну, все, давайте одеваем. И прикол, сейчас умираем. Нет, все нормально. Так, это... Это хороший. Все нормально. Ну, что ж, давайте. Приходите сюда. И самое интересное. А как Таширо Кага-то попал сюда? Вот это просто непонятно. Что-то подошло-то. Где Полсон с Эллио там? Ну, ладно, они там ходят. Как иногда. Потому что, по идее, мне сейчас никто не будет помогать. Вообще. Буду тупо ходить. И все. За мной. Давай, Салли. Не, ну, где вы-то? Ну, ладно, они появятся. Я просто уверен. И вот здесь уже более эпичная комнатка. Вот здесь вот уже красивее космос. Вот это типа планета наша. Блин, не похож на стереботку. Сейчас вылетишь. Вот это мне уже нравится. Ого. И если бы еще эти придурки вытелепортировались, то они бы тоже чем сказали. Ну, это... Ну, давай, занимайся. Так, я боюсь, сейчас нас подождут. Лучше друзья. А, ну вот они. Наконец-то. Ну, нафига пришельцы? Блин, Элли, вот ты нища. Ну, ладно. О, господи. Забыл совсем. Да пофиг на тебя, Капитосик. Стаснет немного. Хоть открытись, я все не понимаю, что ты говоришь. Не думаю, что это было что-то хорошее. Ну, а также пока давайте раз все-таки убили. Блин, не успел. Вполне. Ну, вон, говоришь. Логическое мысль? Логическое. Добрый знак. Ну, ладно. Деактивировать луч смерти офигенно смотрится. Ну, у него, в принципе, ничего и нет. Ну, давайте. Один Элли вот тут стоит. Ну, что у нас Полсон скажет с вами? Наш как начинать? На, просто продолжай движение. Окей. Окей, раз вы так все просите, продолжим движение. Правда, что ли? Сказуем, хоть бы здесь кого-нибудь можно было. Спасибо. Все здесь останутся. Прямо они все, блин, такие слабаки, что они смогут мне помочь. И вот. Спасибо. 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 Спасибо.